Эксперты общественного штаба по независимому наблюдению за выборами проанализировали ситуацию с агитационными плакатами кандидатов от партий. Перекосов по количеству размещений не обнаружили. Эксперты отмечают, что для распространения политических идей можно использовать не только остановочные павильоны и рекламные щиты, но также стены жилых домов и двери подъездов, правда, только по согласованию с собственниками. Кроме того, на любой информационной продукции должны быть размещены сведения о том, что ее изготовление оплачено из соответствующего фонда. Не было выявлено случаев, когда плакаты, растяжки билборда не содержали бы этой информации. Это тратно, что наши политические партии, кандидаты соблюдают закон, и никаких в этом плане ни провокаций, которые тоже могут быть, ни сознательного нарушения закона здесь нет. Если действительно имеются соответствующие нарушения, то на них тоже нужно реагировать, неважно, откуда мы получаем эту информацию. Есть информация о, допустим, модификации изображений, в том числе портретов кандидатов. Это, в общем, тоже должно быть в поле зрения нашего штаба и наших экспертов. И там, где нужно, мы должны реагировать. Наибольшая часть агитационных нарушений сконцентрирована именно в сети интернет, которую специалисты называют «серой зоной» из-за сложности идентифицировать конкретного нарушителя. С однозначного правового регулирования, однозначной практики, тем более, которая позволила бы определить, что является агитацией, и это достаточно надежно сделать так, чтобы кандидаты избирательного объединения имели надежные ориентиры, пока этого не сделано. Надежно, однозначно установить источник распространения информации бывает значительная часть случаев просто невозможно. Впрочем, в таких случаях всегда есть возможность снять публикацию во внесудебном порядке. Если каждый пользователь сети будет четко представлять себе, что это доказательство возможно обеспечить в бесспорном порядке, то я думаю, что вот таких правонарушений будет меньше. Пять тысяч потенциальных наблюдателей будут обеспечивать легитимность избирательного процесса 17, 18 и 19 сентября. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Мария Левина, Мария Елчан, Константин Головин. События.